Всем привет! Сегодня мы с вами будем тестировать все посылочки с Пандао, именно ногтевые. Спонжики, конечно же, тестировать я не буду, потому что мы с вами уже попробовали ими сделал дизайн в прошлом видео. Оставлю ссылочку на него обязательно, если вам интересно, для чего они и как ими работать. Ну а сегодня мы с вами протестируем как наклейки, так и слайдеры и еще две пластиночки. Сначала хотела протестировать пластиночки, но так как от них очень много грязи, все будет в красках для стемпинга, поэтому решила начать именно с наклеек и посмотрим сейчас, какого они качества. Номер этой наклеечки 6021, надеюсь вам видно. Также есть защитная пленочка, видимо, чтобы с ними ничего не случилось. Такие тоненькие, что я даже не могу их оторвать от основы. Для них нужен более какой-то острый пинцет, потому что я вот край повредила, но все равно мы с вами сейчас ее попробуем. И если вам видно, она у меня разорвалась. Попробую оторвать другую наклеечку, но мне кажется, что просто так она мне не дастся. С этой дела обстоят попроще, то есть надо ее отрывать именно со стороны молнии. И если вы наносите наклейку на гейдлак, то, конечно же, вы снимаете сначала липкий слой. Сейчас мы с вами попробуем ее хорошенечко разгладить, но я вам скажу уже заранее, что у нее такая идеальная толщина, именно для дизайна ногтей. Она не будет опорчиться, ее главное просто хорошо пригладить. И теперь смотрите сами, толщины вообще не видно. То есть действительно для дизайна они очень классные. И также, как я вам уже и говорила, с ними получается очень быстрый и классный дизайн. Следующие поближе с вами рассмотрим наклейки бабочки. Упакованы они были замечательно, и это номер 736D. Я надеюсь, что это действительно наклейки, а не слайдеры. Хотя вот сейчас я понимаю, что они похожи очень сильно на слайдеры. Я сейчас попробую какую-нибудь наклеечку отклеить вместе с вами и посмотреть, вообще слайдеры это или наклейки. Отклеиваются, кстати, очень легко и быстро. Ну давайте еще одну какую-нибудь бабочку возьмем, чтобы было понятно, клеятся они или нет. Отклеиваются они подозрительно просто. Такое ощущение, что наклейки слишком старые. И что-то мне подсказывает, что если я их приглажу очень плотно, прижму к ногтю, все равно они отклеятся. Оказалось, что я ошибалась, потому что вот эту наклейку я даже сдвинуть с места не могу. И смотрите, они тоже очень такие тоненькие. Главное, их хорошенечко разгладить на ноготке. Если вы перекроете их сначала базой, потом топом, они будут держаться просто идеально. И также можно их использовать в дизайне обычным лаком. Приклеились, на самом деле они намертво, потому что я оторвать даже не могу. Так что этими наклеечками я тоже вполне довольна. Следующие на очереди у нас вот такие вот замечательные слайдеры. Но, насколько я знаю, что китайские слайдеры классные. Что по качеству, что в нанесении, что в носкости. Пробовал я уже не раз, но давайте посмотрим, как будут именно эти. Чтобы не убирать защитную пленочку, которая имеется у нас сверху, слайдера, мы его будем вырезать. Вы наверняка спросите, почему ее нельзя убирать, я вам отвечу. Когда вы убираете их в альбом, эти слайдеры начинают прилипать без защитной пленки. Поэтому я отрежу кусочек, только с него сниму защитную пленку. С ней у вас точно ничего не получится. Размощенный слайдер просто к ней прилипнет, и вы не сможете его перенести. И этим слайдерам не очень хочется разбавить наших бабочек, чтобы дизайн стал капельку повеселее. Слайдер настолько тонюсенький, что у меня пинцет даже его не может ухватить. Слайдеры, конечно же, у нас на прозрачной подложке, то есть вы можете нанести их на любой цвет. И пока они у вас влажные, или вы, если нанесли их на базу, вы можете двигать их в любую сторону. После подсыхания они уже схватываются довольно-таки плотно, и сдвигать их лучше не стоит. Если вам видно, слайдер очень-очень тоненький, и также при покрытии с ним никаких не возникнет проблем. Ну а сейчас мы с вами перейдем к тестированию пластиночек. Первая будет у нас номер 23. Тут такие кошечки, цветочки, всего много интересного. Она, конечно, не такая супер крутая, как с цветочками, но тоже может пригодиться. Для того, чтобы не пачкать стол или подстилку свою, я использую салфетки из фикс-прайса квадратные. В каком-то обзоре я про них вам рассказывала, и также, если пластины слишком большие, то я использую полотенца. Также в обзоре их вам показывала. Сначала попробуем розовый Мерледи. Насколько я помню, он такой жиденький и не особо пигментированный. Штампик, который двойной. И смотрите, двойной штамп не перенес, так как гравировка слишком мелкая. Сейчас мы с вами попробуем вот таким вот штампиком. Размер, по-моему, у него 2,8. Перенеслось и очень даже неплохо, но все равно видно, что гравировка не очень-то и хорошая. То есть, с таким штампиком будет эта пластина вполне работать. Ну и давайте попробуем еще вот такой штампик. Я плохо стерла краску, но, как видите, все отпечаталось, но пигментация очень слабая. Сейчас попробуем черным цветом, печатает все-таки пластина или нет, и можно ли ее использовать на ноготочках, так как гравировка очень слабая у этой пластиночки. А если использовать пигментированные лаки, то, возможно, будет нормально. Пластина печатает и очень даже неплохо, так что ее я вполне буду использовать и на ноготочках. Тем более, тут цветочки очень даже неплохие. На пластине они смотрятся не очень, а тут, мне кажется, очень нежно и красиво. Также на типсу все отлично отпечаталось. В принципе, эта пластиночка действительно рабочая, если использовать нормальный штамп. Ну и, конечно же, пластиночка с цветочками, она действительно мне пригодится. Давайте проверим, работает она или нет. Я надеюсь, конечно же, что она работает. Именно с этим лаком для стемпинга она не сработала. Сейчас с вами попробуем черным, возможно, дело именно в лаке. Ну и, как видите, действительно, черным цветом все отлично отпечаталось. Давайте попробуем вот этим штампиком и черным цветом. Ну, как вы видите, все замечательно печатает. Так что дело именно в краске для стемпинга. Если у вас не получается стемпинг, то, скорее всего, вы взяли просто неправильный лак. Ну и для точности эксперимента давайте что-нибудь отпечатаем на типсу. Возможно, что я вас обманываю, на типсу ничего не приведется. Отмывается пластина очень даже хорошо. Сейчас попробую все-таки я еще раз этот розовый лак для стемпинга. Возможно, что я его мало нанесла. И также он не очень пигментированный, поэтому не так ярко смотрится, как нам надо. И я сделаю именно тем способом, о котором мне говорила девушка в комментариях. То есть нанесли вы один раз. И после этого наносите второй. И таким образом отпечаток получается ярче. Как видите, все отпечаталось. Но посмотрим, перенесется или нет. Ну, как вы видите, не очень хорошо все равно получается. Давайте попробуем какой-нибудь другой. Это зеленый цвет. У вас почему-то он отдает в желтый. Но на самом деле это ярко-зеленый. И с этой краской на самом деле торопиться не надо, потому что она мало пигментированная. Видно, она как водичка. И за счет того, что она подсыхает, есть возможность насытить поярче ее. И у вас совсем прям желтый цвет стал. Но на самом деле очень хорошо все отпечаталось на типсу. Нет никаких проплешин, даже в мелких цветочках. И захотелось мне оживить этот зеленый цвет, который у вас на камере как бы желтый, именно совместить с розовым. Вот таким образом. Можно также нанести еще какой-нибудь цвет, но я думаю, что достаточно. С этой типсой можно сделать то же самое. Поверху нанести точно такой же зеленый цвет, но при этом чуть-чуть отступить. Будет очень красиво смотреться. Итак, давайте подведем итог. Смотрите сами. Все мне очень сильно понравилось. Бабочки по истечению времени. Я специально их не перекрывала топом, чтобы посмотреть спустя время, отклеятся ли они или нет. Но если их хорошенечко пригладить, как видите, ничего с ними не становится. Также молнии. Никуда она не делась, никуда не выгнулась. Как приклеили мы ее с вами, так она и осталась. Дальше пластиночка для стемпинга с цветочками. Если отпечатывать вот таким вот штампиком сиреневым или Born Pretty, то она печатает замечательно. Если брать двойной, то она им не отпечатает так же, как и другая пластинка, которая с кошками. Так что, скорее всего, сделаю еще один пробный заказ на Pandao. Возможно, со временем они перестанут присылать все по одному товару. Пластины вполне мне понравились. Тем более, считать, что это все куплено просто за копейки. Это действительно копеечные товары, которые работают. Понятное дело, что если вы купили пластину за копейки, и она совсем не работает, тогда можно возмущаться, что смысл от нее и смысл вообще тратить на такие безелужки деньги. Но тут все работает, есть смысл тратить и покупать. Слайдеры очень красивые. Я думаю, с ними сделаю обязательно покрытие и, конечно же, вам его покажу. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока!